Ну что, друзья мои, сегодня я покажу вам, как готовится сыроедная льняная каша. Поехали! Для начала берем лен, из которого мы, собственно, и будем делать нашу кашу. Лен бывает в основном двух видов. Это коричневый лен и белый. Из белого льна каша будет более светлой, а из коричневого намного полезнее. Поэтому наша каша будет из коричневого льна. Для одной порции нам потребуется пол чашечки льна. Ну что же, давайте для начала его немного промоем. Итак, нам для нашей каши потребуется мощный блендер. Открываем и засыпаем нашу кашу. Точнее, уже не засыпаем, потому что после промывания она немного прилипла. А теперь берем немного чистой воды и заливаем в блендер. Давайте возьмем немного меда или любого другого подсластителя и добавим в кашку. В принципе, одной ложки хватит, но, чтобы себя не обманывать, добавим еще одну. Как мы выглядим? Похоже, неплохо. Остатки сладкие, друзья. Для вкуса добавим немного фруктов. У меня это мини-бананчики. Кстати, яблоки тоже хорошо идут с этой кашей. Ну а теперь все это дело закрываем крышечкой, ставим на базу и начинаем взбивать. Кстати, говорят, если долго смотреть в воронку блендера, можно увидеть свою судьбу. Взбиваем от одной до двух минут. Все готово, друзья. Давайте накладывать. Чтобы было совсем сладенько, я предлагаю добавить немного клубнички в нашу кашку. Сезон клубники, друзья. Не будем себе отказывать. Погнали. Ну вот и все, друзья. Вот и готова наша вкусная и полезная каша. Начинайте с нее ваш день. Вспоминайте меня. Звоните мне, пишите. Посылайте телеграммы. Я всегда буду рад. Всего хорошего. Подписывайтесь на мой канал. Так начинается почти каждый мой день. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok